Пожалуйста, давайте, немножко возьмем воздуха. Ищите чуть-чуть поактивнее. С разминки речевого аппарата начинаются занятия в театральной студии «Серебряный Орфей». В труппе только любители, участники Одинцовского клуба «Активное долголетие». Всем актерам от 55. Но они активны, позитивны и по-прежнему молоды душой. Мне такое еще по плечу, что не каждая юная выдержит. Я такое придумать могу, что другие мне просто завидуют. Одно из любимых стихотворений 67-летней Веры Никитичны «Не хочу я стареть» Ларисы Рубальской. Читает его с легкостью и от души. Хотя сейчас для выступления выбрала Сергея Есенина. Скоро мне без листвы холодить, звоном звезд насыпая уши. Без меня будут юноши петь, без меня будут старцы слушать. Вера Никитична в «Активном долголетии» с первых дней существования клуба. Посещает разные кружки и секции. Чтобы сохранить ясность ума и бодрость духа, постоянно учит стихи и песни. Танцует и занимается спортом. Я уже давно занимаюсь и спортом, и так вот занимаюсь всеми мероприятиями, которые происходят. Вот где концерты идут, и всегда сами выступаем, там это, поем, танцуем. В общем, энергия, самая главная энергия, самое движение – это жизнь. В театральной труппе около 10 долголетов. Правда, летом занятия посещают не все. Студия существует уже три месяца. Участники занимаются развитием речевых и актерских данных, набираются опыта, просматривая фильмы и спектакли, и работают над созданием сценических образов. Мы очень способные, очень ответственные и очень включенные в процесс. Это главное в профессии, пожалуй, даже если она разрабатывается как просто хобби. Пока в актерской труппе только представительницы прекрасного пола. Однако кавалеров здесь ждут, чтобы воплощать на сцене мужские образы, в которые сейчас приходится вживаться дамам. Мы их учимся как-то оправдывать, менять под себя. Но, поверьте, иногда у наших дам достаточно опыта и энергии, чтобы сказать, я могу сыграть Пушкина так, что сам Пушкин позавидует. Поэтому мы все можем. Актеры сейчас разучивают стихи на тему осени, готовятся к концертному выступлению, которое планируется провести в сентябре. Читают Бунина, Пушкина, Лермонтова, Акуджаву. Спектакли пока не ставили, но в будущем планируют замахнуться на весьма трудную эмоциональную и физическую тему представить монологи о войне. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.